Добрый день, меня зовут Бирюкович Алексей Юрьевич, я архитектор. В 1979 году я закончил Киевский инженерно-строительный институт и с тех пор занимаюсь проектированием индивидуальных жилых домов. За это время мною спроектировано более 400 жилых домов, большинство из них построено. Сегодня я хочу поговорить о том, нужно ли стенам дышать, о чем говорят постоянно в магазинах по продаже стройматериалов. И что это такое? Давайте разберемся, что такое дыхание и каким образом оно относится к стенам. Дыхание это потребление кислорода и окисление его в организме и выделение углекислого газа. Ну, как понятно, стена это не живой предмет, потреблять кислород оно не может, поэтому говорить о дыхании стен не совсем корректно. Стены могут пропускать через себя воздух, могут пропускать водяной пар. Хорошо ли это? Давайте подумаем. Значит, зима, в помещении тепло, на улице холодно, водяной пар попадает в конструкцию, любую. Либо это газобетон, либо это кирпич, либо это каркасный дом. В этой конструкции появляется точка росы. Что такое точка росы? Точка росы это в теле стены точка, в которой температура низкая и в этой точке водяной пар превращается в воду. Для наглядности я попробую нарисовать, что происходит со стеной, когда в ней конденсируется водяной пар. Наша стена. Тут у нас плюс, тут у нас улица минус. В помещении есть водяные пары. Эти водяные пары проникают в стену и в каком-то месте превращаются в воду. То есть, вот эта часть стены промерзает, насыщается водой и уже не участвует в утеплении. То есть, через некоторое время зимой только вот эта часть стены участвует в утеплении. Прошло еще какое-то время, еще немножко передвинулась точка росы. Стена стала еще тоньше, теплопроводность ее уменьшилась. Ну и так далее. К весне, если у нас стена дышит, то есть пропускает водяной пар, теплой остается только небольшая часть стены. Летом процесс обратный. Стена высыхает, водяной пар из нее улетучивается и стена становится сухой и более теплой. То есть, понятно, что дыхание стены это не преимущество, а это недостаток. Как сделать так, чтобы водяной пар в стену не впадал? Да, стена перестанет дышать, но она и не должна дышать. Если мы хотим вентилировать помещение, помещение мы должны вентилировать через окна, через вентиляционные каналы и так далее. А не через стену. Дыхание стен называется сквозняк. Итак, для того, чтобы мы избежали проникновения водяного пара в стену, изнутри стены мы должны проложить слой так называемой пароизоляции. В каркасных домах этим слоем является пленка. В кирпичных или газобетонных домах этим слоем может быть цементно-песчаная штукатурка, которая является непроницаемой для водяного пара. Ну, в общем, все. Поэтому, когда вы слушаете рассказы продавцов в магазинах о дыхании стен, относитесь к их рассказам критически и понимаете, что дыхание стен это не преимущество конструкции, а ее недостаток. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы постараемся сделать еще много интересных и полезных видео. Подписывайтесь на наш канал.